Васька В Дивеевский монастырь Женя Никитина отправилась с мужем скорее из солидарности. Вера в душу жила, но так, неосознанно. А возле мощей Серафима Саровского слова как будто сами пришли. Через два месяца узнали. Будет ребенок. Девочка. Василиса. Семья Никитина в соответствии со строками из Анны Карениной была абсолютно похожа на все счастливые семьи и, разумеется, несчастлива по-своему. Но отчего-то глава семьи стал все чаще задумываться о том, что ему чего-то не хватает. Работа есть и жена любимая, дети, а вот покоя в душе нет. Как-то, просматривая домашнее видео с веселенькой пирушки, ужаснулся. Захотелось просто спрятаться от самого себя. Это не было чудесным превращением. Путь к Богу у Андрея Никитина занял долгих девять лет. Мне всегда казалось, что Бог должен принять меня таким, как я есть, говорит он. Вот в чем беда-то. Первый раз, когда пошел в церковь, уже пошел в храм Петра и Павла, вот, ничего не понимаю, стою, вот, то, что я говорю, и столкнулся, говорю, опять же, с такой же проблемой, что вот начали появляться мысли всякие, вот, гадкие такие, там, вот, священник, что я сюда приперся, да что они тут по десять раз одно и то же заладили, вот такая вот, вот, она несет и несет. И даже как-то страшно стало. Научи любить и помоги прощать. Ну, насилия никакого, естественно, не было. То есть, мы просто заметили, что папа стал ходить в храм и стал здорово меняться, и, в общем, и мы за ним следом стали меняться, потому что мы видим его реакцию на определенные вещи, естественно, понимаем, что это хорошо, то есть, что может быть плохого в том, что он делает. Саша в семье первый ребенок. С ней прошли все ошибки родительского воспитания. К пятнадцати годам конфликт поколений накалился до предела. Понимать друг друга становилось все сложнее. Тогда Андрей собрал старших детей и отправился в паломническую поездку. Мы были просто поражены отношениями, добротой и открытостью верующих, признаются сегодня Саша и Артем. Это действительно надо понять, так что описывать. Ой, такие просто еще изменения прошли и у меня в характере, я тоже замечаю. И с родителями стали меньше ругаться, и раздражаться тоже стали меньше. Вот только слушай у нас все. Вот с ним мы чаще всего ругаемся. С Артем мы уже перестали так ругаться, и все, и он подойдет, поцелует, обнимет. Вот, и я тоже, и к маме тоже с папой. Все хорошо, и взаимопонимание такое. Я очень горжусь ребенком своим старшим, что она такая мудрая у меня. Мудрая, наверное, может быть, благодаря тому, что она где-то меня не оттолкнула в определенный момент, а прислушивалась. От того, что она, слава Богу, пришла к Господу. То есть мы счастливы сейчас с папой, что мы этого добились, мы просили, мы тянули, мы ее уговаривали. То есть мы как-то вот потихоньку, по капельке донесли, и, как говорится, огонек-то он передается от одного к другому. Маленького Илюшу в храм взяли только однажды. Думали еще рано. Но мальчик стал просить родителей бывать там чаще. Мама говорит, он обычный ребенок, иногда хулиганит и не слушается, но при этом есть в нем какая-то особенная чуткость. Мне очень даже хорошо хранится. А как ты это чувствуешь? Что происходит? Ну вот, я совсем чувствую в душе очень легко и так хорошо. И сам ты весь взяла, вообще нет никакого. Что меняется в человеке, когда он приходит к вере? Скорее наоборот, он приходит к Богу именно тогда, когда в нем что-то изменяется. Верующий человек всегда знает дистанцию между тем, как надо жить, и тем, как он живет. Даже дети говорят, мам, если бы все жили по заповедям, нам не надо было бы ни милицию, полицию, ничего не надо было, ни следить за кем-то, никому-то не доверять. То есть, в принципе, сразу бы мир разменился. Вопрос мне один из друзей задал, он говорит, Андрей, ты же был нормальный, понимаете? Понимаете, в чем нормальный? А в чем, говорю, был нормальный? В чем нормальность? Или в чем я сейчас ненормальный? В чем, как говорится? Вот, опять же, мы немножко ценности у нас, по-моему, подменили. Вот сейчас, мне кажется, это вот естественно, как вот нам нужен воздух, нам нужна вода, и вот без этого никак. И вот то же самое, мне кажется. Это же несложно. Разными путями Бог касается человека. А может и правда, мы просто не хотим слышать внутренний голос, который говорит нам, что так нельзя, а надо как-то по-другому. Возможно, мы просто отвыкли слушать собственную душу и доверять ей. Когда я вот пришел в церковь, это когда я шел-шел по дороге, да, и нашел огромный класс, да, то, что на всех хватит. И вот, хочешь, хочется поделиться этим кладом, люди, возьмите. Но грустно то, что иногда люди не слышат. Слава Богу, что дорога привела меня сюда, потому что я про Бога забываю, как всегда. Забываю, как всегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова